Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. От поздравления ветеранов до гашения марки. Самара отметила День космонавтики. Историческим лицом Самары называют новый мемориал на площади Славы. Работа над комплексом гордость, честь и слава Самарской области вступает в новую стадию. Тихий убийца. Специалисты проверяют в квартирах газовое оборудование. Самара отпраздновала День космонавтики. В 55-ю годовщину первого полета человека в космос на площади Куйбышева прошла молодежная акция «Самара. Космос 55». В ней приняли участие 2016 студентов вузов и колледжей города. Перед музеем «Самара Космическая» прошел городской праздник «Навстречу звездам». Вместе с самарцами День космонавтики отметили и наши корреспонденты. Первый космический флешмот прошел в 2011-м. Тогда на площади добровольцы выстроили фигуру «Самара Космос 50». Сейчас на площади уже 2016 человек. Мы спросим, в каком они настроении. Девушки, как настроение? Отлично! Все супер! Расскажите, как долго готовились к сегодняшнему мероприятию? Ну, наверное, неделю точно готовились устраиваться в эти буквы. Ну, в общем, все супер! Перед тем, как выстроиться в огромные буквы, добровольцы запустили в небо сотни воздушных шаров. Идея самая главная заключается в том, чтобы мы через поколение, через тех ребят молодых, которые сейчас растут, кто-то подрастает, сейчас школьник тоже. Но это тот формат, который позволяет передать главные, главные исторические, главные события космической отрасли. К космическому флешмобу самарские студенты готовились больше месяца. Репетировали по несколько раз в неделю. Труд даром не прошел. Участники флешмоба четко выстраивались в буквы. С высоты почти в 500 километров спутник «Ресурс-П» снял надписи «Самара 55 Космос», «Россия 2016 Космос» и «Самара 2018 Футбол». Флешмоб проходит не только на площади Куйбышева. Мы находимся около музея «Самара Космическая». И здесь несколько сотен школьников уже готовы поднять голову вверх и улыбнуться космосу. И отпустить вот такие шары с символикой Гагаринского года. Это всероссийская акция. То же самое сейчас делают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах России. Самара присоединилась к акции «Роскосмоса. Подними голову». На площади возле музея «Самара Космическая» появилась инсталляция с пусковой кнопкой. От ее нажатия ракета, конечно, не взлетит, но специальный счетчик покажет, сколько самарцев здесь побывало. Рядом проходит показательное выступление авиамоделистов и шоу воздушных змеев. На сцене зачитывают послание потомкам. Его поместят в капсулу, открыть которую должны на столетие полета Гагарина. И кульминация праздника. В небо улетают 3000 шаров. Как и положено около ракеты, даем старт. И мне кажется, этот старт удался, потому что гордость за город. Внутреннее ощущение своей глубокой причастности к этому празднику присутствует, мне кажется, у всех, кто сегодня здесь с нами на этой площади. Желание быть первым, оно, наверное, сподвигло нас на очень многие подвиги. Все пилотируемые аппараты, которые сегодня взлетают, они взлетают именно благодаря самарцам. Потому что в Самаре сегодня делают все самое лучшее. Ко дню космонавтики подарок ждал и филателлистов. Вышла в свет специальная серия почтовых карточек и конвертов в честь 55-летия полета Гагарина. Сегодня на РКЦ «Прогресс» их гасили уникальным штемпелем с изображением ракеты. Свой автограф оставил и ветеран ракетостроения Николай Иванович Казаков. Он один из тех, кто помнит, какая атмосфера была в стране в апреле 1961 года. Весь народ ликовал. Это был праздник. Люди друг друга обнимали. Радость была, ну, как вам сказать, выше края. Таких космических карточек в Самарской области всего 300 штук. Конвертов больше – 100 тысяч. Валерия Макарова, Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, Артем Сулайманов. События. В День космонавтики сотрудников ракетно-космической промышленности честовали на торжественном собрании. В праздничный день вручили государственные награды. А генеральному директору РКЦ «Прогресс» присвоено звание почетный гражданин Самарской области. Олег Зверев тоже пообщался с героями космической индустрии. Награда из первых рук. Самарский школьник Рамиль Бахтеев получил памятную грамоту от Олега Кононенко. Мальчик предложил идею эксперимента – посмотреть, что будет, если надуть мыльные пузыри в космосе. На орбите опыт был проведен. Что будет с мыльным пузырем, если надуть его в космосе? Я получил за вопрос первое место, а за рисунок получил второе. Для Рамиля это один из первых шагов в направлении космического будущего, что в Самаре вполне оправдано. Город, который в освоении космоса сделал больше, чем весь остальной мир, вместе взятый, достоин того, чтобы быть признанным лидером в отрасли. А те, кто своим трудом обеспечивал развитие ракетно-космической промышленности в разные годы, в День космонавтики собрались в этом зале. Видно, что на самарских заводах есть преемственность поколений, а значит, стратегически важное дело в надежных руках. Космос, освоение космоса, история космическая, полет Гагарина – это все, что напрямую связано с самарской землей. Мы строим, и это будет новая страница освоения космоса, в Восточной, в Благовещенске, в том конце, но когда совсем недавно мы были там, там постоянно на каждом шагу звучит Самара. Высшие государственные награды вручаются сотрудникам предприятий, которые уже много лет выполняют космическую миссию на Земле – от первой ракеты до нынешних стартов. 1857 запусков самарских ракет – это число можно было бы занести в Книгу рекордов Гиннеса. Самара на сегодня единственный город, где собирают ракеты для пилотируемых полетов на орбиту. Космонавт Олег Кононенко не без гордости говорит о значении города, который направил его на стартовую площадку. Сегодня он стал обладателем знака отличия за заслуги перед Самарской областью. В Самаре можно уже, наверное, как-то официально пробивать статус космической столицы России и делать, быть лидером проведения праздника 12 апреля по России. Брать все это в свои руки, потому что здесь действительно целый хуст предприятий, которые работают на ракетно-космической отрасли. В торжественной обстановке Олег Кононенко зачитал приветствие от начальника Центра подготовки космонавтов. Юрий Ланчаков в подарок Самаре передал ювелирную композицию «Духовная высота», модель спутника, внутри которого стартовый ключ космодрома, уменьшенные копии православного креста и олимпийского факела, предметов, оригиналы которых побывали в космосе. А этого человека зал приветствовал стоя. Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кириллин стал почетным гражданином Самарской области. Регалии вручены под звуки гимна. Мы в мире сегодня обеспечиваем треть до тридцати процентов всех кусковых компаний. Мы регионам обеспечиваем больше, чем все Соединенные Штаты Америки кусковых компаний, не говоря уже о герорбе и всех других странах. То есть мы с вами живем в уникальной регионе. Статус уникального региона Самарская область сохранит еще надолго. Время больших космических проектов только начинается. Перспективы человечества сегодня немыслимые без дальнейшего проникновения в тайны Вселенной. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. Историческим лицом Самары называют новый мемориал на площади Славы. Работа над комплексом гордость, честь и слава Самарской области вступает в новую стадию. В начале мая горожанам представят содержание каменной летописи региона. О чем она будет, расскажет Инесса Панченко. Здесь не было ничего. Ни монастыря, ничего. Здесь была инфекционная больница. Геннадий Сарычев – легенда самарского футбола. В районе площади Славы живет с 61-го года. С этой горы с женой когда-то катались на лыжах, сегодня гуляет здесь с правнучкой и наблюдает за тем, как идет реконструкция. Что касается вот всех этих прелестей, которые будут, конечно, хорошо. Это история. Мемориальный комплекс на площади Славы должен увековечить основные события истории региона и рассказать о выдающихся земляках. Стелла включает в себя 20 тематических ниш. Над их содержанием трудились историки и архивисты. А прошлым летом оно было вынесено на всенародное обсуждение. Рабочая комиссия учла все замечания. Были собраны дополнительные мнения экспертов, предложения. Эти предложения были обобщены. И на сегодня мы можем сказать, что в принципе мы готовы говорить о том, что мы имеем контент, который необходимо на этой стене воплотить уже каким-то художественным образом. Стена Славы, как называют ее авторы проекта, станет настоящей энциклопедией региона и гордостью земли Самарской. Здесь запечатляют имена всех, кто ее создавал, строил, кормил и защищал. И в этом огромный воспитательный момент. Мама, приведя сюда своего ребенка или дедушка-внука, увидев имена, фамилии, смогут что-то рассказать новому поколению о судьбе нашей области. И безусловно, как несколько раз я видел, детей из детского сада приводят к вечному огню. Это будет новое место встречи детей, молодежи и взрослых людей. Содержание некоторых ниш будет пополняться. Появятся новые герои, произойдут важные события. Волжский склон ждут и другие грандиозные изменения. Здесь будут фонтаны, газоны, амфитеатр. Но и сегодня на смотровой площадке всегда многолюдно. Вид хороший открывается, нам не очень нравится. И, конечно, поэтому приводим сюда гостей города, что нужно показать. Вот ждем, когда и эту территорию будут тоже использоваться. Ну, какие-то общественные пространства. Информационные баннеры можно будет изучать в течение всего лета. Параллельно начнется творческий конкурс на лучшее визуальное оформление их содержимого. По итогам, победитель сможет воплотить свою идею в металле, бронзе или мраморе. Инна Сапанченко, Артем Сулайманов. События. Эффективнее координировать совместную работу властей и налоговиков, а также увеличить сборы, позволит соглашение, которое заключили мэрия Самары и областное управление Федеральной налоговой службы. Районные администрации и налоговые инспекции уже подписали документы. Сейчас в рамках реформы местного самоуправления половина сборов за налог на имущество физических лиц и 10% земельного налога пополняют именно районную казну. Эти деньги идут на решение насущных проблем. Будь то ремонт дороги во дворе или установка новых горок на детской площадке. Они крайне важны, они беспокоят самарцев. Но мы с вами также прекрасно понимаем, что для эффективного решения этих задач необходима нормальная финансовая подпитка. И здесь своевременный качественный сбор налогов в полном объеме является залогом нашей успешной работы. Наполнение ваших бюджетов в районах будет зависеть от той работы, которую вы будете проводить с нашими инспекциями, как вы поработаете с гражданами. И основной источник формирования ваших бюджетов – это будут имущественные налоги. 16 апреля в Самаре пройдет общегородской субботник. На очистку парков и скверов выйдут все неравнодушные горожане. Сейчас на очистку городских улиц направлено все внимание и коммунальных служб. Итоги работы за неделю подвели на совещание в Департаменте городского хозяйства. Очищено более 80 улиц. В этом году темпы работ наращивают каждый день, чтобы после ранней оттепели пыль возле бордюров не успевала превращаться в камень. Уборка ведется круглосуточно в две смены. Особое внимание первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил уделить промышленному и советскому районам Самары. Мы забыть должны о субботах и воскресеньях до 1 мая. Это касается всех. Управляющих компаний, зам и глав, директора управляющих компаний. Это отраслевой департамент. В мелочах кроется благополучие дома. Управляющие компании Самары устраняют мелкие дефекты, которые могут привести к большим проблемам, если вовремя не обратить на них внимания. Во время весенней генеральной уборки, ремонту и замене подлежит все, до чего зимой не доходили руки. В деталях разбиралась Марина Матвейшина. Сыграть Ноктюрн на флейте водосточных труб эти люди не могут. Зато починить эту самую флейту запросто. Воронку трубы на седьмом доме по улице Гагарина повредила зимой голубы льда. Ремонт ее для профессионалов особого труда не составляет. Тем более, что менять всю трубу нет необходимости. Как в конструкторе. Убрали поврежденный элемент и поставили новый. Дешево и сердито, говорят коммунальщики. У нас отработана система. У нас всегда на складе есть необходимые вещи, расходники. И по слесарным мероприятиям, и по электрическим вещам, и по уор. Вот такие мелочи, трубы и так далее. Лучше помаленьку убирать, чем потом вязать в большой глубокой работе. Надо все вовремя и своевременно делать. Если вовремя не починить водосточную трубу, дождь может смыть дом. В буквальном смысле. Вода потечет по фасаду, постепенно его размывая. Таит в себе опасность и поврежденный цоколь фасада, как в одиннадцатом доме на Гагарина. От времени у дома отвалилась облицовка, и из-за этого между кирпичами образуются довольно широкие щели. Их нужно срочно заделать, иначе в щели попадет вода, и фундамент может разрушиться. Спасение дома сейчас в руках рабочих управляющей компании. Они заделывают все дыры в цоколе, до которых зимой было не дотянуться. Большая генеральная уборка затронула все дома города. Коммунальщики наводят лоск не только на фасадах зданий, но и полностью избавляют от хлама чердаки и подвалы. В период подготовки к месячнику, естественно, была проведена полная инвентаризация жилого фонда, который находится в управлении управляющей организацией. То есть управляющая организация конкретная, каждая понимает, какие проблемы поадресно есть в ее фонде. И вот исходя из этого, как раз и было понимание, где водосточную трубу привести в порядок, где цоколь и так далее. Качество работ управляющих компаний проверяют чуть ли не под лупой. Марина Матвеевична, Константин Головин, События. Не только о чистоте, но и о безопасности заботятся весной. В межсезонье специалисты газовых служб и управляющие компании проверяют, легко ли дышится в квартирах. Весной количество несчастных случаев отравления угарным газом может увеличиться. Когда отопление выключают, некоторые прибегают к обогреву с помощью газа. В рейд по проверке вентиляционных каналов отправилась и наша съемочная группа. Почему вентиляцию лучше не трогать, узнала Марина Кравцова. Обычной спичкой или зажигалкой можно проверить, хорошо ли работает в квартире вентиляция. Тогда отлично тоже. Специалисты сначала снимают с вентиляционного отверстия пластиковую крышку, затем подносят пламя. Если оно резко отклоняется в сторону черной дыры, так же стремительно туда должны уходить и посторонние запахи. Начинается обход с квартир, где смотрят, правильно ли организована система вытяжек. Если находят небольшие нарушения хозяевам, квартиры выдают предписание переделать все по правилам в ближайшее время. Если в угоду дизайну собственники довели дело до опасной ситуации, сообщают в управляющую компанию, а та газовикам. В таком случае, пока не устранят замечания, придется жить без голубого топлива. Подрядчики забираются и на чердак. Здесь все внимание вентиляционным коробам. Очень часто жители сами переустраивают свои вентиляционные каналы или дымоходы. Нередко в один дымовой канал втыкают или подсоединяют дымоотводящий рукав от газовой колонки и также вентиляционную вытяжку. Этого делать категорически нельзя. Муниципальная управляющая компания «Жилсервис» заключила договор с подрядчиками. Эти организации и проверяют «Жилфонд» на предмет неисправности вентсистем. Такие рейды проходят регулярно. Дымовые каналы проверяют раз в три месяца, вентиляционные – раз в год. А при наличии газовых колонок не реже двух раз в год. Мы должны полностью узнать проблемы данного дома. Проблема у этого включается не только инженерная система, фасады, крыши, но и вентиляционные шахты, чем люди у нас, можно сказать, дышат. В России сейчас очень много случаев, где у нас целыми семьями просто люди задыхаются от угарного газа. Как раз данная работа направлена на то, чтобы вот эти случаи в наших домах исключить. Безопасность превыше всего и многое зависит от жителей. Первое правило – включил газ, приоткрой окно. Если воздух не поступает в вмещение, возникает обратная тяга. Из домохода возвращается угарный газ. Особенно внимательно нужно быть, если в кухне установлены пластиковые стеклопакеты, которые не пропускают воздух. И герметичные входные двери. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в Пензенской области обсудил с руководителями российских предприятий актуальные вопросы импортозамещения. Цель встречи – определить проблемные вопросы, с которыми сталкиваются предприятия округа при реализации импортозамещающих проектов и выработать пути их решения. Кроме того, подобный диалог с промышленниками позволяет выявить предприятия-новаторы, которые создают прорывные технологии и поддержать их при выполнении госзаказов. Почти полмиллиарда рублей получит Самарская область на строительство новой школы в Крутых Ключах. Сейчас образовательное учреждение на этапе строительства и должно открыться уже 1 сентября этого года. В июне на строительство еще одной школы на 1200 мест в Южном городе из федерального бюджета рассчитывают получить больше 600 миллионов рублей. В ближайшие 2-3 года в области должны появиться 9 новых школ. Изменился номер телефона контакт-центра правительства Самарской области. Теперь с обращениями граждане могут позвонить по телефону единого номера 8 800 707 6 123. Основная задача колл-центра – предоставление по телефону справочной информации о деятельности правительства Самарской области, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Звонок для жителей региона – бесплатный. С 14 апреля в Самаре и Тольятти прекращается подача отопления в многоквартирные жилые дома. Уже на следующей неделе на тепловых сетях начнутся гидравлические испытания теплотрасс. В связи с этим будет временно ограничена подача горячего водоснабжения для жителей в промышленном Кировском, Советском и части Октябрьского района. Испытания будут проводиться с 19 по 22 апреля. Эпидемиологи предупреждают – начинается сезон клещей. Вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз – самые распространенные заболевания, к которым приводят укусы этих насекомых. Чем теплее на улице, тем клещи активнее. Выезжая на природу, отправляясь в парк, следует соблюдать правила безопасности. Надевать светлую одежду. На ней насекомые более заметны. Проверять одежду и открытые участки кожи каждые 30 минут. В случае укуса клеща – немедленно обращаться к врачам. Пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Крылья Советов провели первую домашнюю игру в этом году в премьер-лиге. Столичный локомотив не смог забить самарской команде ни одного мяча. Во-первых, оберегали свои ворота, потому что в таких играх один гол может все решить. Вип-ложа в этот вечер не пустовала. Матч смотрели губернатор Николай Меркушкин и посол чемпионата мира 2018 от Самарской области, летчик-космонавт Олег Кононенко. Накануне Дня космонавтики футбольный праздник себе устроили и около 500 рабочих завода «Прогресс» с гендиректором Александром Кириллиным. Как отметил тренер Самарского клуба, игра получилась не результативной, но интересной. Я разочарован только результатом. Если играешь на победу, жалко, что мы не взяли два очка. Это было возможно до последних секунд. Это было видно по игре, по духу, по качеству. Все должны быть довольны командой. Я говорю футболистам спасибо. Когда-то профсоюзная команда авиапрома, крылья советов сегодня, в канун Дня космонавтики, рвалась к победе. Но два голевых момента не были реализованы. Сначала свой шанс забить упустил Сергей Корнеленко за пару минут до финального свистка и Георгий Габулов. Для нашей команды нет таких грандов, как «Динамо». Видели прекрасно, «ЦСКА» и «Зенит». Мы можем играть с любым соперником, мы можем обыгрывать. Никакой слабинки себе давать нельзя. И в первую очередь, опять же, отталкиваться от своей игры, нужно ехать и играть на победу. Весь маленькое разочарование, потому что играли дома, хотели победить. Давно не играли дома. Пришло много болельщиков. Спасибо им большое, что поддерживали. Где-то могли выиграть. Но сыграли ничью. Я думаю, что это хороший результат сейчас для нас. После сухой ничьей 0-0 Крылья Советов прописались на 12-м месте. Лидер премьер лиги «ЦСКА» он сменил Ростов, который стал вторым. А «Локомотив» опустился на четвертое место. Следующий соперник Крыльев, сосед по турнирной таблице, 11-е место, «Московская Динамо». Советы играют в гостях. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Чем больше, тем надежнее. Кошелевбанк расширяется. В Самаре и Новокуйбышевске открылись два новых дополнительных многофункциональных офиса. Кошелевбанк – это широкий спектр услуг. Кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, обмен валютой и многое другое. Кошелевбанк уже утвердился на банковском рынке Калуги, Самары, а теперь и Новокуйбышевска. Сотрудники привыкают к новому месту, а клиенты уже выстраиваются в очередь. Ирина Савинова в силу профессиональной деятельности услугами банка пользуется постоянно. Несколько лет назад выбрала именно Кошелев. Изначально привлекла небольшая стоимость расчетно-кассового обслуживания и удобства валютных операций. Но небольшие трудности были связаны с территориальной доступностью. Но теперь все разрешилось. Дополнительный офис открыли в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Кирова. Просто ждала, не верила, что он здесь откроется. Во-первых, мне нравится само место. Чувствуется забота клиента с первого шага. То есть это я почувствовала сразу в этом банке. То есть вот персонал, та обстановка, которая здесь есть, и профессиональное обслуживание. Проверен клиентами. Так позиционируют себя Кошелев банк. В Самаре, Калуге, а теперь и в Новокурбышевске работают 11 многофункциональных офисов. Концепция всех наших дополнительных офисов, она абсолютно одинаковая. Мы открываем полностью универсальные банковские офисы, которые предоставляют весь спектр банковских услуг, как на рынке юридических лиц, так и на рынке банковских услуг для физических лиц. То есть любой человек, пришедший в любой наш дополнительный офис, может получить любую банковскую услугу, о которой только он пожелает. В Новокурбышевске дополнительный многофункциональный офис открылся на улице Дзержинского, 29. Сегодня Кошелев банк один из лидеров банковского сектора региона. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и удачи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...